Есть шосс и шосс. Это одно с О, и это одно с У. Немецкий язык всегда считался сложным для изучения, но относительная стабильность в Германии на фоне экономического кризиса во многих странах мира, включая еврозону, заставила студентов забыть о представлениях и всерьез взяться за учебу. В 2011 году в институтах Гёте по всему миру курсы немецкого закончило рекордное число человек – более 230 тысяч, в то время как в 2010-м эта цифра достигала лишь 16 тысяч. Курсы немецкого пользуются особой популярностью на юге Европы. «Число студентов особенно возросло в определенных регионах, таких как Испания, Италия и Греция. Конечно, мы рады, что немецкий стало изучать еще больше людей». По словам преподавателя немецкого на курсах в Берлине Гюнтера Нойхауса, в Германии наблюдается нехватка персонала, особенно в сфере здравоохранения. Так что среди студентов особую популярность приобретают курсы специализированного языка. 22-летняя Александра Сигура приехала из Испании. Она хочет выучить язык, чтобы попытаться поступить в театральную школу в Берлине. «Я изучаю немецкий, потому что хочу учиться здесь, в Берлине. Я уже прошла обучение на испанском, но чувствую, что этого недостаточно. Вот хочу учиться дальше». В ее классе студенты из многих стран, включая Грецию, Палестину и США. У каждого своя причина для того, чтобы учить немецкий. Малин Молин приехала из Швеции и пока по-немецки говорить не может. «Я изучаю экономику, поэтому учить немецкий как деловой язык – это очень хорошо. У Швеции очень много связей с Германией, то есть этот язык мне нужен для профессиональной деятельности». А эта девушка, стоящая слева, приехала из Вьетнама. Она учит немецкий и одновременно подрабатывает в институте Гёте. «Я определенно хочу стать учителем немецкого. Думаю, это отлично – учить других языку». На данный момент уровень безработицы в Германии находится на своем 20-летнем минимуме. А это означает, что институты Гёте по-прежнему будут пользоваться большим спросом среди студентов.